Приветствую! Я знаю, что ты уже прочел название данного видео и знаешь, что тебя ждает. Конечно же, новости. Небольшие, но все-таки новости. Мадейра первым из регионов Португалии открыла зеленый коридор для иностранных туристов, в том числе и россиян. Архипелаг готов принять путешественников вне зависимости от того, вакцинированы они от COVID-19 или нет. Правила прибытия на остров следующие. Необходимо заблаговременно от 12 до 48 часов до посадки заполнить анкету на платформе Мадейра Сейвком. Анкета обязательна для всех путешественников за исключением детей до 12 лет. Их регистрация должна быть включена в вопросную анкету одного из сопровождающих взрослых. После пассажир получает по электронной почте уведомление с кодом доступа и соответствующим QR-кодом, который необходимо будет предоставить по прибытии в аэропорт Мадейры. При въезде все обязаны предъявить отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Здесь неважно, есть у вас вакцинация или нет, бумажку с тестом, извольте показать. Результат теста ПЦР также можно заранее загрузить на платформу Мадейра Сейвком. Также тест можно сделать по прибытию, уже в аэропорту. Но потом туристы должны отправиться на самоизоляцию в отель и ожидать итогов. Здесь стоит уточнить, что Россия официально не восстановила прямое авиасообщение с Португалией. Поэтому добраться до Мадейры можно только через третьи страны. По данным авиакомпании на майские праздники, добраться до Мадейры можно через аэропорты Германии, это Берлин и Мюнхен, или через аэропорты Швейцарии. Также есть вариант со стыковкой в Амстердаме. Но для всего этого нужен Шенген. И вот в этом остается главная сложность. По информации Института туризма Португалии в Москве, туристы из России могут выехать на Мадейру, но только с действующей ранее открытой шенгенской визой и отрицательным ПЦР-тестом. Новых туристических виз в России Португалия не выдает. Россияне, которые хотят посетить Мадейру, могут оформить визу в Португалию по гуманитарным причинам, а также по профессиональным. Допустим, деловые поездки. К следующим новостям. Не успел Кипр открыться, как закрывается на полный локдаун с 26 апреля по 9 мая. И, возможно, локдаун будет продлен. Греция отменила карантин для россиян, вакцинированных от коронавируса. С 26 апреля отдыхающие из России и еще шести стран освобождаются от семидневного карантина. Но ожидания о свободном доступе в страну, как это сделала Черногория, допустим, не оправдались. Тем не менее, Греция установила новые правила въезда для российских туристов. Сняла обязательный карантин и обязала, помимо отрицательного ПЦР-теста, предъявить сертификат вакцинации. В частности, это решение касается и путешественников из Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда. Туристы из этих шести стран обязаны будут пройти вакцинацию не менее чем за 14 дней до прибытия или пройти тест за 72 часа до прибытия. Карантинное освобождение уже действует для постоянных жителей ЕС, зоны Шенгенского соглашения, а также Великобритании, США, Израиля и Сербии с теми же условиями, что было сказано выше. Кстати, квота на въезд не более 4 тысяч россиян родлена. Египетские чиновники основательно подошли к приему российских отдыхающих, чтобы и туристы отдохнули, и египтяне заработали. Африканская страна рассчитывает привлечь более 1 миллиона российских туристов в течение оставшихся месяцев 2021 года, поскольку планируется возобновление прямых рейсов. И пока что на этом всё. Итак, на этом всё. Спасибо, что смотрели. Оцените данное видео лайком или дизлайком. Я надеюсь, вы оцените его положительно. Но если что-то не понравилось, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы я хотя бы понимал, за что дизлайк-то получил, чтобы мог исправиться. Шапка не считается, кстати. Нет-нет-нет, там гениальные мысли, её нельзя снимать ни в коем случае. Нет. Иначе я стану глупее. А в остальном пишите, что хотите. Если не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Рекомендуйте его своим друзьям, пускай канал растёт, мне будет приятно, и я буду делать всё больше и больше для вас контента. Хотя бы новости. Всё. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»